здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзеген пришел следующий вопрос за какой грех от меня может отказаться бог и отправить в ад ну чтоб все так было просто как нам кажется дорогие мои ады и рай преисподня и царство божие это не то что находится вне нас а мы попадаем в него это то что находится внутри нас как спаситель говорил царство божие внутрь вас есть и тот кто исполняет заповеди блаженств тот знает что это блаженство это царство божие уже внутрь вас есть не в полноте хотя не во всех в некоторых и в полноте особенно те кто дошел до последней ступени это золотой цепи добродетели как писала на златоуста заповеди блаженств обезгнание за правду ради запомните что бог в ад не отправляют ада внутри тебя и ты уже в нем если ты всех ненавидишь на всех ворчишь тебя ты всем недоволен все живут не так как правильно как надо законы принимаются не те управляют нами не те в церковь все не так батюшка на приходе не такой жена не такая муж не такой дети не такие вот все юридийские нехорошие люди только один молодец но почему тебя никто не слушает а я бы научил бы всех жить и страной управлять и церковью и предприятием производством и так далее вот мы совершенно универсальные специалисты в своих собственных глазах и если ты так будешь жить до конца дней своих то встретившись перед богом ты удивишься и скажешь так ага ты касса есть это могут все исправить еще больше будешь ныть и ворчать и злиться и оскорбляться за то что бог не был таким каким ты хотел а бог не будет меняться и он будет своей любовью жечь тебя и вот это состояние муки от любви божией вот называется состоянием адских мук любовь божия сжигает тебя и если хотите то от это то тот мода сбытия в котором человеку лучше чем в царстве божия лучше чем быть всегда пред глазами бога бог дал такую возможность душам человеческим и по смерти ей вроде там даже неплохо только с точки зрения праведников с точки зрения тех кто с богом находится покаявшихся грешников то старался в течение жизни стремится к богу это состояние выглядит как жуткими муками а для самого нелюбящего бога человека в общем то не все так уж и и плохо и вот за какой же грех может бог тебе отказаться бог никогда тебе не откажется он на суде своем не будет судить тебя так как судит в миру он адвокат и прокурор и судья в одном лице и будет искать не за что тебя засудить его отправить а за что оправдать где найти лазеечку твой душе чтобы ты все-таки начал стремиться к богу хотя бы уже у загробной жизни пока церковь за тебя молится пока господь не совершил свой окончательный второй суд поэтому только тот грех тебя отдаляет от бога который может так и назвать грех нежелание быть с богом не всей в жизни не в будущей писание такой грех называется хула против духа святого активно богоборчество одно дело незнание бога и люди не знавшие истинного бога будут судиться по законам совесть как говорил апостол павел другое дело когда ты знаешь что бог есть но он тебя не мил не люб ты гонишь церковь его сознательно и хорошо если бог тебе явиться как апостолу павлу салла почта мя гонишь хотя господник хотя павел не гнал христа угнал церковь его но христос говорит о церкви как о себе вот но бывает так что господь является так что человек этого не видит и не понимает ибо ожесточен в своем противостоянии с церковью мы сейчас это видим на украине мы припоминаем обновленцев 20-х годов прошлого века и не только эти грустные события поэтому друзья мои если вы хотите быть с богом что-то для этого делаете исполняете главную любовь главную заповедь божьего люби господа богом всем сердцем твое помышление твое крепостью твоей и ближнего своего как самого себя то вы будете с ним так или иначе пусть господь спасет и вас и нас и не откажется от нас внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео